Считается, что первое устойчивое фотографическое изображение в истории было сделано еще в 1822 году французом Жозефом Ньепсом, но оно, к сожалению, не сохранилось до наших дней. Датой же самого изобретения этой технологии по решению 9-го международного конгресса научной и прикладной фотографией считается 7 января 1839 года. С тех пор фотография постоянно совершенствовалась и дорабатывалась сама технология. Фото становились все четче, а фотоаппаратура все меньше. Но несколько лет назад глазу широкой общественности была представлена фотография Кексгольмского полка, сделанная в далеком 1903 году размером 94 на 42 сантиметра. Она буквально шокировала всех современных фотографов и дала почву для множества слухов и противоречий. Так что же не так с этой фотографией? Давайте разбираться! Из записи на самом фото сообщается следующее. Лейбгвардии Кемсгольмский императора австрийского полка, основан в 1710 году императором Петром I. Со дня основания полк участвовал в 20 войнах, провел на них 50 лет и побывал в Швейцарии, Персии, Турции, Германии, Дании, Англии, Португалии, Греции, Австрии, Швейцарии, Румынии и Болгарии. В морских походах был в Атлантическом океане, в Балтийском, Немецком, Средиземном, Черном, Мраморном и Каспийском морях. Также там сообщается о наградах. За взятие в 1760 году Берлина, гренадерское звание за отличие в 1812 году, знаки на шапке за отличие за сражение при Ареи в 1814 году, удостоенный двойными петлицами на мундиры в 1815 году и так далее. Но что же не так с этим фото, спросите вы? А все дело в том, что, во-первых, снимок был сделан более 100 лет назад. На фото изображены 1250 человек, что очень много даже для сегодняшних фотографов с профессиональной аппаратурой. При увеличении снимка можно в деталях рассмотреть лицо каждого солдата. Чтобы вы понимали, это фото сканировалось с разрешением 800 dpi. Для понимания, это 800 точек на квадратный дюйм, что дает нам возможность разглядеть в траве на переднем плане даже окурки папирос. Это значит, устройство для печати этого фотографа смогло на один квадратный дюйм бумаги уместить, внимание, не менее 300 точек, что и дало такую неимоверную для того времени четкость. Стоит отметить, что на данный момент самая качественная печать офсетная. Она позволяет напечатать лишь 300 точек в дюйме. Ставить параметр больше 300 точек не имеет смысла. Все равно принтер автоматически подстроит этот параметр под себя и напечатает вам максимум 300 dpi. Конечно, можно выставить и 800, и 1000 точек, но смысла от этого не будет. Но откуда такое разрешение в 1903 году? Кто смог снять такой снимок? На что снимал неизвестный фотограф? Итак, небольшая предыстория невозможного снимка. Он был сделан вроде как в 1903 году в Варшаве. На огромной фотографии размером 94 на 42 сантиметра изображены солдаты и офицеры Кексгольмского полка в полном составе. Это более 1250 человек. А поводом для фотографии стала отставка командира полка. Для съемки были построены специальные леса в 25 рядов и на 50 человек в каждом. А расстановка личного состава по росту и взводам заняла более 7 часов. Затем снимок попал в коллекцию Евсея Самойловича Бялова, который собирал старинные снимки. Он был лично знаком со многими фотографами того времени. Ему в коллекцию дарили фотографии как сами фотографы, так и их наследники. В 1979 году Бялый скончался, а его музеем начала руководить вдова Лия Борисовна. Большинство фотографий висело в выставочных помещениях фотоцентра при Союзе журналистов СССР. В 1993 году коллекция Бялого была передана Союзу фотохудожников России. Тут и началась история популярности этого снимка. Фотограф Светлана Пожарская взяла эту большую фотографию для своей книги «Фотомастер». В дальнейшем кто-то отсканировал снимок из этой книги и выложил в сеть. Что удивительно, никакой конкретной информации о том, на какой именно аппарат был сделан снимок и каким именно фотографом с фото не шло. Но как вы понимаете, ему все же приписали историю о том, что сам кадр был сделан неким большим старинным фотоаппаратом. Ну вы же понимаете, им нужно было как-то это объяснить. Но уникальность снимка в том, что при размере 94 на 42 сантиметра четкость просто удивительная, если учитывать, что сделана она была почти 120 лет назад. На фотографии более 1200 человек, но при этом можно рассмотреть каждое лицо в деталях. Даже сегодня такие многолюдные постановочные снимки делают несколькими кадрами, а затем прибегают к фотоколлажу и часами обрабатывают все в фоторедакторе. А тут начало 20 века. Откуда? Как? Эксперты фотографии объясняют, что этот снимок был напечатан скорее всего контактным способом, со стеклянного негатива. Сам же негатив для такого масштаба возможно был создан под заказ, либо фотограф собрал его сам. Чудеса да и только. Другие предполагают, что сам кадр был сделан неким большим старинным фотоаппаратом. Вы можете видеть его у себя на экранах. Но затем эту теорию отвергли, так как он также не был в состоянии делать подобные снимки. В 2006 году по этому снимку даже был снят фильм, который удостоился Грам-при на фестивале «Мировоззренческое кино». Этот 20-минутный фильм называется «Полк смирно». Вы можете без труда найти его на ютубе. К сожалению, до сих пор нет никакой информации как о самом фотографе, так и о его технике, с помощью которой и был сделан этот снимок. Это самый большой групповой снимок начала 20-го века. Вы только задумайтесь. Каждое лицо можно рассмотреть. Фотография до мелочей точна. И это не цифровой фотоаппарат с автоматическим зумом. Или... ладно, не будем фантазировать, но тем не менее, факт остается фактом. В начале 20-го века имелись технологии, которые позволяли делать подобные снимки. Но откуда? В теории можно предположить следующее. У нас есть один элитнейший полк, для которого и делалась фотография. Фотограф неизвестен. А что, если на этом полку и была применена некая секретная технология фотографии, которая, например, была только открыта или вообще найдена? Во что я, кстати, больше поверю? Затем война, революция и технология была на время забыта. Ну а что, все секретные эксперименты как раз и проводятся совместно с военными. Причем как раз с проверенными частями. Кексгольдский полк и является таковым. Проверенный двумя веками показал свою преданность во многих битвах. Тем более, почему этот неизвестный фотограф более не делал подобных снимков? Если он, я так понимаю, профессионально должен был заниматься фото. Почему нет фото других полков? Не странно ли это? Думаю, правды мы уже не узнаем. Но тем не менее, у нас появился еще один факт применения неизвестных, а на тот момент и вовсе невозможных технологий в прошлом. Ну а с вами, как всегда, был Сергей Погорелов. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, дизлайки, если не понравилось, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще немало интересного.